100 тренировочных задач апитериента, задание номер 105. Решите уравнение. f от f от f от f от f от f от x равно 0. Если f от x равно x квадрат плюс 12x плюс 30. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить это уравнение самостоятельно. Вначале нам нужно попробовать упростить внешний вид исходной функции. Например, это можно сделать путем выделения полного квадрата. Потом в процессе решения будет понятно, почему это важно сделать именно в самом начале. Итак, начинаем выделять полный квадрат. Тогда функция f от x будет равна x плюс 6 в квадрате минус 6. Теперь попробуем найти f от f от x. Для удобства обозначим f от x, например, через a. И подставим вот это a в нашу функцию. Тогда мы получим a плюс 6 в квадрате минус 6. Теперь нам необходимо вместо a подставить саму функцию. Ведь a это и есть f от x. То есть, другими словами, вот это все это и есть a. Потому что это было f от x. То есть, мы подставляем сейчас вот эту разность вот сюда. Тогда в результате мы получим x плюс 6 в квадрате минус 6. Это вместо a мы подставили. Вот сюда. Да еще плюс 6 у нас в скобках. То есть, пишем плюс 6. Скобки закрываем. В квадрате. И минус 6 переписали. Вот у нас минус 6. Идем дальше. Равно. Приводим подобные слагаемые. Тогда у нас получается в скобках x плюс 6 в квадрате. Да еще в квадрате. То есть, давайте сразу запишем. x плюс 6 тогда в четвертой. И минус 6. Теперь найдем f от f от f от x. Удобно обозначить f от f от x. То есть, то, что мы только что нашли. Например, через b. Тогда нам будет надо найти f от b. А что такое f от b? Надо теперь b подставлять в исходную функцию. Вместо переменной x. Тогда мы получим b плюс 6 в квадрате минус 6. И вот теперь вместо b нам нужно подставить f от f от x. А что такое f от f от x? Это то, что мы только что перед этим нашли. То есть, вот оно, наше b. Давайте сразу покажем. Вот это наше b. Таким образом, подставляем вот это наше b вот сюда. В нашу новую функцию. Тогда мы получим. x плюс 6 в четвертой степени минус 6. Да еще к b мы 6 прибавляем. То есть, получается плюс 6. Скобку закрываем в квадрате. Минус 6. Равно. Приводим в скобках подобные слагаемые. Получаем. x плюс 6 в четвертой, да еще в квадрате. То есть, у нас получается уже в восьмой степени. Минус 6. Нашли. Далее находим f от f от f. Еще раз от f от x. Так, сколько у нас тут? Четыре скобки. Получается. Теперь удобно f от f от f от x обозначить, например, через c. То есть, у нас тогда получится f от c. А что такое f от c? Подставляем c вот сюда. В нашу исходную функцию. И получаем c плюс 6 в квадрате минус 6. Равно. Теперь вместо c подставляем то, что мы только что нашли. Давайте покажу. То есть, вот это вот и есть c. Тогда у нас получается, скобки открываем. x плюс 6 в восьмой степени минус 6. Да плюс еще 6. Вот где плюс 6 у нас. Скобки теперь нужно закрыть. Возвести в квадрат и вычесть 6. Получаем. Приводим подобные слагаемые. В скобках тогда у нас остается x плюс 6 в восьмой, да еще во второй. То есть, у нас получится x плюс 6 в шестнадцатой. Да минус 6. Ну и теперь мы как раз находим нужную нам функцию. f от 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 x. Пять скобок. Равно. Вот это все мы теперь можем обозначить. Например, через d. Тогда подставляем это d. Снова все делаем точно так же. В самое начало получаем d плюс 6 в квадрате минус 6. Равно. Вместо d теперь подставляем то, что мы только что нашли. А вот это вот как раз и есть наша d. Тогда у нас получится x плюс 6 в шестнадцатой минус 6 до плюс 6 в квадрате и минус 6. Равно. Приводим подобные слагаемые. Получаем x плюс 6 уже в тридцать второй степени минус 6. То есть, мы как раз нашли левую часть нашего вот этого уравнения. Ну и теперь осталось только приравнять то, что мы нашли к нулю. То есть, в результате мы получаем x плюс 6 в тридцать второй степени минус 6 равно нулю. Откуда x плюс 6 в тридцать второй степени равно 6. Извлекаем корень тридцать второй степени и получаем x плюс 6 равно плюс минус корень тридцать второй степени из 6. Окончательно x будет равен минус 6 плюс минус корень тридцать второй степени из 6. Пишем ответ. Задача решена. Кому решение задач понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео.